Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чувашия» информационная программа «Республика» в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Цыплят по осени считают, аграрии подводят итоги сельскохозяйственного года. Знакомьтесь, Чувашия в республику с рабочим визитом прибыл руководитель Ростуризма. Заходите к нам на огонек. В Чувашии открылся Дом дружбы народов. В республике сегодня отметили День работников агропромышленного комплекса. Этот праздник объединяет тех, кто работает на земле, и тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию. 40% населения Чувашии проживает и трудится в сельской местности. Доля агропрома в общем объеме валового продукта – 16%. День работников агропрома – одна из немногих возможностей для сельхозтоваропроизводителей встретиться всем вместе. Ведь их производственный цикл длится круглый год. У нас хозяйство очень уникальное. Начинаем работу с рассады, затем идут ягоды, ранняя капуста, огурцы, картофель и заканчиваем мы капустой. А как только уборка урожая заканчивается, даже не успевая заканчиваться, мы начинаем переработку продукции. И круглый год перерабатываем. Не успеваем переработку закончить, начинается рассада. Как известно, цыплят по осени считают, в целом сезон выдался неплохим. Урожай зерновых собран рекордный – свыше 650 тысяч тонн. По сравнению с прошлым годом выросли и многие другие показатели. И в этом несомненная заслуга каждого муниципалитета. В целом запланированные цифры мы под соглашением между Министерством сельскохозяйства и Аликовским районом практически все выполняем. И по зерновым культурам, и по мясу, и по молоку. Конечно, небольшое у нас отставание есть по картофелю, не выполняем. Но тут есть объективные причины. Год выдался, так скажем, дождливый, и часть урожая у нас пришлось списать. А в целом, я считаю, неплохо завершаем. За дел на следующий год езжа подняли, а зимы отсеялись неплохо. Правительство, в свою очередь, выполняет свои обязательства перед аграриями. Только в 2017 году на устойчивое развитие сельских территорий направлено свыше миллиарда рублей. В Канадском районе в этом году удалось привлечь около 27 миллионов. Это реконструкция здания мастерской, спасельский дом культуры, около более 6 миллионов. Это новый современный сельский дом культуры. Завершено строительство газоснабжения, электроснабжения. Также продолжается строительство дороги с твердым покрытием. Медленно, но верно решается проблема квалифицированных кадров. Молодые специалисты возвращаются в села, где уже подрастает смена. Многие ученики агроклассов нацелены на выбор сельскохозяйственных профессий. Мы получаем дополнительные внешкольные знания по химии, физике и биологии. Это помогает нам получше подготовиться к экзаменам. Также мне очень нравятся экскурсии на передовые предприятия Агропромышленного комплекса Чувашской республики. Мы знакомимся с новыми профессиями, новыми технологиями. И я очень рада, что в нашей школе открылся агрокласс. Крестьянский труд насколько тяжел, настолько же и благодарен. Больше всего согревает душу, сознание, что ты продолжаешь важное дело, начатое твоими предками, а потом передашь его в надежные руки своих детей. Где здесь? В самом сердце Чувашии. Ты такой сильный? Молодцы, где? В самом сердце Чувашии, среди зеленых лугов и полей, с любовью к коровам и преданностью Чувашским традициям, расположила семейная ферма. Елена Гальперина, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика. Видео-версию торжественного мероприятия, посвященного Дню работников агропромышленного комплекса, вы сможете увидеть на нашем телеканале в субботу, 4 ноября в 15 часов 30 минут. К другим темам. В республике с рабочим визитом находится руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Сегодня они обсудили с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым перспективы развития отрасли. Разговор шел о реализации федеральной целевой программы на территории республики. Визной туризм набирает обороты во многих регионах страны. Чувашии тоже есть, что предложит гостям, отметил Михаил Игнатьев. Глава Ростуризма с утра успел побывать на ключевых объектах. Провели очень тщательную работу. Посетили все мероприятия, которые реализуются в рамках федеральной целевой программы. И буквально своими ногами прошли по Набежной Московской и по другим местам. Амазонию посетили. Очень интересный проект, очень перспективный. Так что я хочу сказать, что идет активная работа. Для нас очень важно реализация мероприятий в республике Чувашия. Мы видим положительные изменения, позитивную динамику въездного и внутреннего туризма в Чувашской республике. Это очень хорошо. Чувашия очень интересный, перспективный. Регион, где активно развивается туризм, мы со своей стороны всецело будем эти процессы поддерживать. Стороны обсудили возможность участия республики в новых проектах федеральной программы. Ее концепцию развития до 2025 года как раз сейчас активно обсуждают специалисты туриндустрии. Сегодня же глава Ростуризма ознакомился с ходом реализации некоторых проектов. Цему продолжит Дмитрий Ковалев. Рабочий график руководителя федерального агентства довольно плотный. До совещания в Доме правительства Олегу Сафонову предстояло увидеть Чебоксары глазами туристов. Первая остановка в этнокомплексе Амазония, который в перспективе должен стать местом притяжения для всех гостей, прибывающих в столицу республики. Расположенный на Волжском косогоре, он подходит и для водного туризма. На берегу Волги будут обустроены специальные подъемники и пирс. Авторы проекта продумали и зоны для комфортного отдыха горожан. Начали строить город аттракционов. Тоже успех хороший и результат экономический у нас очень хороший. Сейчас пока 13 аттракционов мы поставили. А вот это что тут будет? Здесь у нас гостиничный комплекс, он у нас на Косогоре. Лет 5 назад, кроме здесь, заросший парк, студенты пиво на камешках. А сегодня это жемчужина. В ближайшие годы здесь намерены возвести и аквапарк. На первом этапе обустроили открытые уличные бассейны. Летом в этой зоне от отдыхающих не было отбоя. Люди действительно очень с удовольствием приходят сюда, отдыхают. Независимо от того, что мало места. Ну то есть было бы больше, было бы больше и соответственно людей. Экспериментально этот момент, я думаю, что он был очень положительный такой. Для инвесторов это был такой старт, чтобы пощупать почву. Алекс Афонов предложил использовать уличные бассейны круглый год. Для этого здесь необходимо возвести специальные навесы с отоплением. Зимой будет готова принимать гостей набережная столицы. Здесь планируют обустроить каток и лыжную трассу. Чтобы оценить работы подрядчиков, руководитель агентства предпочел пешеходную прогулку. Здесь зимой тоже очень много различных кайтингов, там на муранах есть, там и рыбаки. Рука, выходит там на берегу. Это три, наверное, есть, нет? Реконструкция набережной ведется под контролем Федерального агентства по туризму. Уже проведенными работами Алекс Афонов оказался доволен. Здесь обустроили спортивные площадки, фонтаны и обновили пляжную зону. Это вообще, как даже можно сказать, что в рамках экологической программы очистка Волги. То есть вот эти очистные, сегодня все стульки, которые попадают, они не только для пляжа, а в целом. Понятно. Ну и еще дополнительно. Ну и еще дополнительно. Следующий этап – реконструкция четырехкилометрового участка. Пока позволяет погода, подрядчики мастят тротуары и обустраивают ливневые стоки. Для удобства горожан здесь обещают предусмотреть и новые спуски. В перспективе должна измениться и Красная площадь. Олегу Сафонову представили предварительный проект. Это мы планируем сделать общественное пространство для проведения различных мероприятий, в том числе какие-то концерты, фестивали. Это пока вот такая идея, она не окончательная. Но планируем, что здесь… В виде волны. Да, в виде волны сделать навес такой. В ближайшее время этот проект намерены включить в целевую программу. Последнее слово за Ростуризмом. За свой счет, уже в следующем году администрация столицы планирует создать многофункциональную спортивную площадку на заливе. Дмитрий Ковалев, Арена Гавелян и Павел Оресков. Республика. Разговор о проектной деятельности в сфере туризма продолжился за круглым столом в Доме правительства. В нем приняли участие члены правительства, руководители предприятий туриндустрии. Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов впервые в Чувашии. За короткое время ему удалось побывать на многих туристических объектах. Амазонию гость оценил как очень удачный проект, в который вложились и государство, и частный бизнес. В свое время, конечно, было принято очень правильное решение. Активно ведется работа. По плану у нас в этом году должно быть сдано 7 объектов, обеспечивающие туристскую инфраструктуру до конца года. Нам представляется это очень важным, потому что усилен наш совместный контроль за эффективностью использования бюджетных денежных средств. В этническую Чувашию уже вложено около 3 миллиардов рублей и миллиард из федерального бюджета. Главный инвестор проекта ЗАО «Три групп». То, что совместными усилиями удалось реализовать на данный момент, и то, что еще будет построено, это действительно предмет гордости, подчеркнул глава Чувашии. Этот проект «Тинская Чувашия» – это же тоже история нашего российского государства, нашей Чувашской республики, народа Чувашской республики. Без истории нет традиций, без традиций нет культуры. Вот мы хотим развивать культуру и процессы глобализации, не дадим какие-то моменты, чтобы выпали из истории. У народов, которые проживают на территории Чувашии, появился свой дом дружбы. На его открытии побывала и наша съемочная группа. Русские, марийцы, татары, армяне, азербайджанцы. Чуваша уже давно стала для них вторым домом. В республике в мире и согласии живут представители 128 национальностей. И, наконец, у них появилось место, куда можно заглянуть на огонек. Под одной крышей будут приходить все народы, народности, которые будут показывать свою культуру, будут изучать свой язык, уважая культуру, традиции любого другого народа. Это очень важно. И наша задача, задача органов власти заключается в том, чтобы мы создавали благоприятную среду для развития духовно-нравственной культуры, духовно-нравственных ценностей. Идея создать такую площадку витала в воздухе давно. И в конце прошлого года из бюджета республики выделили 10 миллионов рублей. Результат впечатляет. Все многообразие культур, традиций и обычаев можно увидеть в одном месте. Куда позовешь друзей? В свой дом. Куда позовешь родных? В свой дом. Поэтому нам нужен был свой родной дом, где мы могли пригласить друзей, родных, близких. А кто у нас близкие друзья? Вот весь народ. Это точка, где мы можем общаться. И, конечно же, строить планы на будущее. Представители национальных общин уже полны идей. Вот именно для городских татар, города Чебоксаров, Новочебоксаров, Дом Дружных Народов именно является таким комфортным участком, где они получат того, что не смогли получать до этого. Во-первых, здесь можно открыть воскресенье школу для татарки города, для татарских детей. Также можно здесь проводить научно-практические конференции. За круглым столом участники обсудили перспективы реализации государственной национальной политики в Чувашии. Лидеры культурных объединений поделились своими мнениями и обменялись пожеланиями. Ассамблея народов Чувашии работает в республике уже год. Работа проделана большая, отметила руководитель российской ассамблеи Светлана Смирнова. Весомый личный вклад внес глава республики. Михаила Игнатьева наградили золотой медалью организации за вклад в укрепление единства народов России. Дом дружбы поможет сохранить и передать потомкам культурное наследие народов Чувашии, а также укрепить уже существующие межнациональные связи и создать новые. Зима, как всегда, пришла неожиданно. Выпал снег. Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. Ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 18 метров в секунду. Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными. В ближайшие несколько дней из-за непогоды на асфальте будет появляться ледяная корка. Пешеходам самое время вспомнить про малоскользящую обувь, а автомобилистам про зимнюю резину. На летних шинах все же ездить сейчас крайне опасно. Я за рулем более 8 лет. Резину меняю вовремя. В этом году зимнюю резину, например, на зимнюю резину перешел уже в середине октября. Если долго ждать, то можно и даже на монтажке не доехать. Только прошедшей ночью с гололедицей в Чебоксарах боролись 47 дорожных машин. За сутки на дороге республики высыпали около 1000 тонн песчано-соляной смеси. По прогнозам синоптиков, ненастья сохранится до конца недели. Температура ночью может опускаться до минус 5-10 градусов. Днем подниматься до 3 градусов выше 0. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Началась регистрация зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для получения паспорта болельщика. Персонифицированную карту должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи чемпионата. Оформить паспорт можно только при наличии подтвержденной FIFA заявки на билет. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и действует на все матчи. Вместе с билетом он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. 7 ноября в эфире национального телевидения стартует новый телепроект «Открой свое дело». Начинающие предприниматели проверят свои идеи на прочность. Их ждет краш-тест будущего бизнеса и консультация экспертов из разных областей. Каждый участник получит обратную связь. Стоит ли развивать свою идею и какие у нее перспективы? Эксперты дадут ценные советы по организации бизнеса. Откуда вы планируете брать первоначали инвестиции? Мама даст. Дим, не дай бог тебе пока на нынешней стадии вкладываться своими деньгами в этот проект. Победители получат возможность попасть во всероссийский этап проекта «Ты предприниматель». Очень важны молодые предприниматели. Мы постоянно ждем новых, интересных, свежих проектов, в которые можно было бы вкладывать деньги. Нам нужны грамотные предприниматели. Нам нужны люди, которые умеют структурированно, правильно формировать свою идею, правильно умеют ее подавать, правильно умеют рассчитывать финансовый результат своей идеи и последовательность своих шагов. Смотрите каждый вторник с 7 ноября в эфире Национального телевидения Чувашии. Наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин